Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Спасибо большое, Надежда Васильевна, Марина Борисовна, что пригласили очередной раз на школу пациентов. Я очередной раз для тех пациентов, которые еще не совсем ориентируются в телемедицинских вопросах и в вопросах референс центра нашего института и вообще на МИЦОВ расскажу еще раз про эту тему. Так, значит, телемедицинские консультации «Врач-врач» начали свою работу в 2018 году. В конце 2018 года, где-то примерно в ноябре месяце, вышло постановление Минздрава Российской Федерации и в 12-м месяце, то есть в декабре 2018 года, мы все стали уже работать в телемедицинских центрах, которые были расположены сначала во всех МИЦОВ, потом распределились по всей территории Российской Федерации. Врач онкодиспансера или городской больницы, где присутствует онкологическое отделение, может сделать запрос в любой из необходимых ему учреждений более высокого уровня. В данном случае это будут являться федеральные учреждения и НМИЦы, которые тоже являются федеральными. На сегодняшний день в Российской Федерации у нас 4 онкологических НМИЦа. Это НМИЦ-онкология имени Петрова, НМИЦ-онкология имени Герцена, НМИЦ-онкология имени Блохина. И недавно присвоили звание НМИЦ Ростовскому институту, и Ростовский институт тоже является НМИЦом. За каждым НМИЦом, так сказать, прикреплена территория, с которой они работают, НМИЦ работает больше. Мы, например, работаем по северо-западу, наши специалисты выезжают в регионы, проверяют работу онкологической службы региона, делают какие-то коррекции, общаются с пациентами, приносят какие-то новые направления в работе. И, соответственно, предлагают в Минздрав какие-то новые моменты, чтобы в регионе было более удобно. Значит, что же такое эти телемедицинские консультации? Это процесс отправки медицинских документов без очного приема, в процессе которого можно поменять диагноз пациенту, и в процессе которого сотрудники, врачи НМИЦ, клиницисты могут поменять лечение, могут предложить какое-то новое лечение, могут пригласить на госпитализацию в НМИЦ, и также могут рекомендовать поменять схему режима химиотерапии. Такой способ раньше был, и он и сейчас используется. Есть так называемая система мониторинга ОМС, через которую пациенты из регионов с помощью департаментов здравоохранения на местах заказывают квотное лечение. Все вы знаете, что основная масса лечения, которая выполняется в федеральных центрах, это квоты, выполнение квот. Соответственно, такое удаленное консультирование используется очень давно. Просто пациент в этом процессе был просто запросчиком информации о получении лечения в конкретном центре. Телемедицина же шагнула немножко дальше. Получается, что пациент также может быть инициатором запроса с помощью своего лечащего врача в регионе, но помимо того, что его могут пригласить лечиться на МИЦ, ему могут еще и изменить лекарственную терапию, лекарственное лечение на месте. Ему не нужно приезжать, это не стоит никаких денег, это абсолютно бесплатно как для учреждения, которые заказывают телемедицинскую консультацию, так же и для самого пациента. Следующим этапом проекта здравоохранения это было распространение так называемых референс-центров патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических лучевых методов исследования. Сначала их было всего 9, на сегодняшний момент их 13. В Минздраве это создали для того, чтобы каждый житель Российской Федерации мог воспользоваться так называемым вторым мнением по результатам морфологического или молекулярно-генетического выполненного уже исследования. То есть на месте поставили гистологический диагноз некий онкологический, не во всех регионах есть возможность выполнить молекулярно-генетические исследования или невозможно выполнить некие иммуногистохимические исследования, потому что окраска, в которую необходимо окрасить, она не закуплена по какой-то причине. Или нет специалиста, который смотрит, потому что это очень тонкие моменты, нет специалиста, который может посмотреть конкретно, допустим, лимфопрофиративные заболевания. И для этого создали так называемые референс-центры, чтобы можно было со всей страны прислать в определенную лабораторию, и определенная лаборатория может выдать уже результат, который неоспорим на всей территории Российской Федерации. Идея этого создания так называемых таких референс-центров была в Минздраве с начала проекта здравоохранения, осуществилась она вот в конце 2019 года, и с апреля месяца 2020 года мы достаточно интенсивно в этой системе работаем. За 2019 год было оказано более полутора тысяч консультаций телемедицинских. На сегодняшний день за 10 месяцев 2020 эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, и мы оказали уже 2364 телемедицинских консультаций консилиумом. Почему говорю консилиуму? Потому что когда врач с региона присылает запрос, в основном на запрос отвечает несколько специалистов. Для того, чтобы ответ был полноценный, необходимо обязательно прислать визуализацию, либо КТ-снимки прислать, либо прислать МРТ-снимки, все зависит от заболевания пациентов, чтобы наши врачи-рентгенологи могли интерпретировать эти снимки, а уже клиницисты, химиотерапевты, радиотерапевты, хирурги могли дать полноценную консультацию. Очень часто получается, что хирург приглашает на консультацию в данный ответ, на консультацию, чтобы помимо хирургического ответа был еще ответ химиотерапевта. То есть сразу же предлагается пациенту некая опция по хирургии и, соответственно, некая опция по химиотерапевтическому дальнейшему лечению. Химиотерапевты обычно расписывают несколько видов лечения, которые могут быть применимы в регионе, в том или ином регионе. Татьяну Юрьевну спрашивали о том, что будет ли применяться данный вид расписанной лечения в регионе. Я могу сказать так, что, естественно, когда предлагается несколько вариантов лечения, будет использоваться тот вариант лечения, на который на сегодняшний день в регионе есть препараты. То есть те препараты, которые есть. Но если пациенту необходимо на вторую линию, на третью линию закупить другие препараты, то в процессе получения первой линии обязательно онкологический диспансер будет делать запрос, будет производиться закупка на предоставление препаратов второй, третьей, ну и четвертой линии, если это будет необходимо. Всегда можно сделать коррекцию. То есть это не то, что одноразово прислали документы на консультацию, назначили лечение, и на этом все, больше не присылайте. Нет, у нас есть пациенты, которые получают консультативные заключения телемедицинские по несколько раз. То есть они раз в три месяца, как прописано в заключении. Ну, допустим, врача-химиотерапевта, дается схема, написаны рекомендации, что необходимо сделать после проведения двух циклов химиотерапии, и, соответственно, прислать документы на повторную консультацию. Врачи в регионе выполняют схему химиотерапевтического лечения, проводят два цикла, выполняют обследования, которые назначены. Соответственно, присылают нам все эти документы, мы пересматриваем, и доктор-онколог, химиотерапевт принимает на основании исследований, которые он видит, решение продолжать эту химиотерапию, либо заменить ее на другую. То есть все находятся в постоянном контакте. Врачи, которые в регионе лечат пациента, они в постоянном контакте с нашими докторами. Некоторые пациенты жалуются, что не все врачи готовы оказывать телемедицинскую консультацию, что они звонят мне, потому что мой телефон есть на сайте в разделе телемедицина. Пациенты звонят мне, говорят, вот, вы рассказываете про телемедицину, а наши врачи не хотят делать, нам говорят, что вам это не положено, вам это не надо, мы сами знаем, как лечить. Конечно, присутствует у онкологов ревность, что вот вы лечитесь у нас, а сами хотите сделать запрос в другой регион, в другую организацию, чтобы дали некий ответ, ну, как надеются пациенты, другой. Но на самом деле схема лечения меняется не так часто, как кажется пациентам. В регионах врачи работают под тем же стандартом, по которым работаем мы. И, может быть, какую-то опцию они и могут не учесть по какой-то либо причине, из-за того, что у них нет этого препарата, или из-за того, что у них нет, допустим, возможности выполнить какой-то вид хирургического лечения. Но всегда, если доктор сомневается, он самостоятельно подает запрос на телемедицинскую консультацию. Что же делать пациенту, которому все-таки хочется ее получить, но вроде как лечащий врач в онкодиспансере отказывает? Нужно написать запрос на имя главного врача учреждения и попросить, ответить письменно на этот запрос, либо положительно, да, то есть будет сделан запрос в наше учреждение, а может быть и не в наше, может быть в Немидз Блохина или в Немидз Герцена, либо в Ростовский Немидз, либо будет обоснованный отказ, что телемедицинская консультация в данном случае не показана, потому-то, потому-то, потому-то. И пациенту будет понятно, по какой причине телемедицинскую консультацию не запрашивают. Но ни одного случая отказа в телемедицинской консультации при обоснованном запросе я не встречала за вот два с половиной года, которые наш центр работает в телемедицине. Соответственно, мы получаем запросы из 82 регионов Российской Федерации. Срок ответа в среднем составляет 5-6 рабочих дней. Некоторые специалисты отвечают за 2-3 дня, некоторые специалисты в силу множества обстоятельств, если это оперирующие хирурги, то, конечно, им времени нужно немножечко побольше. И если отвечает как бы комплекс, да, консилиум, комплекс врачей, то, конечно же, отвечают в среднем где-то 6 рабочих дней. Часть вопросов имеет организационный характер, поэтому на часть вопросов отвечаю я сама. Референс-центр. Что же это такое? Если телемедицина – это только интерпретация присланных документов, присланных гистосканов, присланных рентгенологических снимков, то есть мы ничего не осязаем, мы только видим это все в программе, нам присылают отсканированные, так сказать, документы, то по референс-центру мы можем уже ощутить, потрогать материал, потому что нам присылают материалы, опять же, со всех регионов Российской Федерации, с разных регионов, не со всех, с разных, 82 мы еще не взяли в оборот, но это тоже бесплатно для пациента, это оформляется за счет средств ОМС, мы оплачиваем курьера в регионы, абсолютно не затратно для, опять же, не для онкологического диспансера, не для онкологического учреждения, не для пациента. Как я уже сказала, что мало где используются молекулярно-генетические исследования, исследования, мало где их делают, поэтому присылается нам блок пациента, прикладывается к блоку описательная часть, эпикриз некий промежуточный или окончательный, и прикладывается назначение, какое молекулярно-генетическое исследование нужно сделать. Также мы пересматриваем гистологический материал, то есть если поставили диагноз в другом регионе на основе биологического материала пациента, мы можем пересмотреть, выполнить те иммуногистохимические исследования, которые невозможно по каким-то причинам выполнить в регионе, и тоже это делается все за счет средств ОМС. Более тысячи уже исследований выполнено, хотя активно мы начали этим заниматься, когда поняли, что нужно как-то помочь регионам, и стали заказывать курьеры за свой счет. Регионы, естественно, стали более активно с нами работать, и, начиная с мая месяца, более тысячи исследований выполнено за счет средств ОМС региона. Что же еще мы можем сделать в нашем конкретном центре по форме 057У? Все знают, что амбулаторно нам не дают объемы, мы амбулаторно почти не работаем в системе ОМС, но с этого года мы вошли в систему ОМС по пересмотру гистологического материала, по иммуногистохимическим исследованиям, по молекулярно-генетическим. То есть не обязательно даже обращаться вроде как в онкодиспансерство его региона, но можно самому приехать с направлением по форме 057У и выполнить некие виды исследований и некие виды, как бы сказать, пересмотра гистологического материала. Очень часто пациенты задают вопрос и говорят, что якобы образец направления 057У, который представлен у нас на сайте, который представлен сейчас здесь на слайде, заполнен неверно. Я хочу развеять все сомнения. Данный образец, он получен от территориального фонда ОМС, он абсолютно верный, ничего тут неверного в этом образце нет. Печать учреждения, где была пройдена... Ой, сейчас, секундочку. Сейчас я включу. Печать учреждения, где была пройдена врачебная комиссия, может быть не печатью, можно вот здесь вот все ручками заполнить. То есть иногда к нам приходит направление, что пациенты с направлением, где все это написано вручную. Это не будет ошибка. Очень частая ошибка, что наши учреждения почему-то до сих пор называют НИИ. Это, конечно, приятно, что мы остались в памяти, как научно-исследовательский институт, но с 2017 года, то есть уже три года, четвертый год скоро пойдет, как мы являемся национальным медицинским исследовательским центром. И обязательно название должно быть правильное. Полис МС обязательно тоже, он должен быть заполнен. Если врач на приеме в силу обстоятельств, что ему некогда, то сам пациент может от руки внести свой полис МС. Ничего страшного здесь нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения обязательно должна быть заполнена. Адрес проживания должен быть заполнен обязательно. Если пациент не работает, то на шестой строчке должно быть написано «не работает». Код диагноза, да, здесь написан код диагноза Z00.0. Это диагноз по системе, который является осмотром. Естественно, диагноз должен быть другой. Должна стоять либо буковка D, либо буковка C. Что касается нашего учреждения, если мы говорим о каком-то другом учреждении, то там могут быть другие буквы латинского алфавита. D – это обозначает доброкачественное образование, C – обозначение злокачественного образования. Соответственно, здесь должны быть только онкологические образования, либо доброкачественные образования, потому что мы являемся онкологическим институтом, и другие наименования, к сожалению, быть не может. Обоснование. Почему доктор отправляет к нам… Не показывает. Почему доктор к нам направляет? Для чего к нам направляет? Что здесь должно быть написано? Здесь должны быть написаны как раз-таки пересмотр гистологических препаратов, молекулярно-генетические исследования. Такие-то. Они могут перечислены, быть может быть просто написано молекулярно-генетические исследования. Обязательно это нужно написать Врач, каждый врач имеет личную печать Правильно, Татьяна Юрьевна? Да, то есть без личной печати врача никуда ему Выхода ему нет из кабинета У него должна быть Заведующее отделением, он в первую очередь всегда тоже врач Поэтому не может такого быть, что у заведующего отделения нет личной печати врача Это неправда У каждого заведующего отделения Вот Татьяна Юрьевна у нас тоже является заведующим отделением У меня тоже есть личная печать врача Поэтому, когда начинают говорить, что у них нет Это немножечко лукавство. Печать учреждения. Она может быть треугольной, она может быть круглой, она может быть прямоугольной, какой угодно, но в конце направления должна обязательно стоять печать. Я очень долго рассказываю, но на самом деле мы идем навстречу пациенту, и если что-то неправильно оформлено, мы забираем это направление, даем адрес электронной почты старшего администратора и просим прислать верное направление. Мы не ставим никаких препятствий для того, чтобы пациент смог в день приезда сдать биологический материал на пересмотр, потому что мы понимаем, что для каждого онкологического пациента дорог каждый день. Мы заберем, мы обязательно оформим, но мы очень просим всегда всех, чтобы не мы выпрашивали это направление, а чтобы пациент сам нес за себя ответственность, все-таки дошел до заведующего учреждения, отделением своим поликлиническим, либо до главного врача, либо просто до врача, который выдает направление, и взял нормально оформленное направление. Пациенту даже не нужно будет приезжать, ему достаточно будет отправить правильное, правильное оформленное направление на почту, и когда уже будет результат готов, он сможет привести оригинал, отдать его в регистратуру и получить результат своего гистологического, иммуногистохимического или молекулярно-генетического исследования. Также мы выполняем фьюжн-биопсию молочной железы по такому же направлению на амбулаторном этапе. Мы выполняем фьюжн-биопсию предстательной железы, биопсию шейки матки на амбулаторном этапе. И все мы это выполняем по направлению 057У. Направления не могут вам отказать в выдаче направления, уважаемые пациенты. Если вдруг такое случается, то можно напомнить врачу, либо заведующему отделением, что существует Конституция Российской Федерации, которую никто не отменял, и в Конституции Российской Федерации написано, что пациент имеет право выбрать учреждение, где он хочет проходить какое-либо лечение. Это касается и стационарного лечения, и амбулаторного лечения, профьюжн, я имею в виду. Что касается пересмотра гистологических препаратов и выполнения молекулярно-генетического исследования, то здесь обычно проблем не бывает с выдачей направления, потому что эти исследования редко где делаются, и мы являемся референс-центром по этому вопросу, тут проблем не будет. А вот с выдачей направления по форме 057У-04 на какие-то манипуляции, которые мы здесь делаем, и на стационарное лечение, к сожалению, бывают проблемы, но пациент по Конституции имеет право выбрать. Так, я уже перешла все границы времени. Значит, чуть-чуть еще расскажу про личный кабинет, чтобы пациентам было понятно. Наш сайт оформлен очень хорошо. Вот здесь вот как раз-таки это главная страница нашего сайта, как раз-таки про те клинические исследования, которые говорила Татьяна Юрьевна. Вот сюда надо просто нажать, и там сразу же выпадает форма заполнить форму для участия в клиническом исследовании. Пациент заполняет полностью форму. Действительно, наши сотрудники во главе с Артемом Николаевичем Полторацким обрабатывают присланную заявку и присылают пациенту на почту, потому что там есть просьба указать почту. Присылают пациенту на почту возможности клинических исследований в нашем институте, если он подходит, либо предлагают другие учреждения, где проводятся клинические исследования. Пациент не обязательно звонить. Пациент может заказать обратный звонок. Операторы в течение дня того, который он заказал обратный звонок. Мы работаем с 9 до 21. Мы обязательно перезваниваем, но, естественно, если заказываете обратный звонок в 21 час, понятное дело, никто не перезвонит. Но если он будет заказан в 8 вечера, вам в этот же день до 9 часов обязательно перезвонят. Выделен специальный оператор, который работает только на обратном звонке. Заявок много, но это не значит, что их какое-то ограничение стоит. Пожалуйста, заказывайте, и вам обязательно перезвонят. Хотите что-то узнать, что-то уточнить, пожалуйста, вы можете писать письмо. Написать письмо, письма по вопросам, по пациентским вопросам. Почти всегда все секретарь-директора, данная опция, она отображается на почте секретаря-директора. Секретарь-директора распределяет эти письма, и почти на все письма касательно пациентов лечения и так далее отвечаю я. Поэтому тоже отвечаю каждый день, кроме субботы-воскресенья. Соответственно, у кого есть возможность, они могут позвонить нам с сайта. Ну, более молодые, так сказать, пациенты, потому что это сложно. Не всегда есть на компьютере микрофон, не всегда связывается. Иногда плохое интернет-соединение, не от нас это зависит, это от качества интернет-соединения в регионе будет зависеть. Записаться на прием, это будет та же история, как и заказать обратный звонок. Есть кнопочка пациентам на главной страничке сайта, тут тоже много очень информации, и не только на нашем сайте. Такие кнопочки есть на каждом сайте каждого намеца. Все очень хорошо подробно написано. И есть кнопка личный кабинет. В основном ей нужно пользоваться тем пациентам, которые у нас уже были, и по какой-то причине не хотят заказывать телемедицинскую консультацию, а хотят проконсультироваться со специалистами в рамках платных медицинских услуг. Это логично, правильно и возможно, никаких вопросов нет. Отвечают врачи по списку, то есть не все доктора на медицинской онкологии Петрова отвечают. Отвечают где-то в районе 25 онкологов-радиотерапевтов, онкологов в том числе и химиотерапевтов, кандидаты наук. Поэтому почти все, кто ведут прием в клинико-диагностическом отделении, они отвечают на вопросы пациента. Стоимость платная, консультация платная, стоимость 5000 рублей. Срок ответа где-то в течение 3-5 рабочих дней будет отвечать тот доктор, который уже ведет пациента. Это, конечно же, удобно по одной простой причине, что не нужно приезжать, тратить деньги на дорогу, силы, здоровье. Очень все быстро и качественно будет сделано. Продолжение следует...